Михаил Геразович, здравствуйте. Как оцениваете турнир? Что можете сказать? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, если в финале борются вот такой уровень спортсмены, и такой живой интерес, и напряжение, которое держит все, занимает все внимание наших болельщиков, любимых, ну, конечно, это положительно дать оценку. А что касается для нас, это достаточно серьезная для ребят, опять же, возможность себя проверить, себя заявить еще раз для того, чтобы тренеры национальной сборной, главный тренер, чтобы еще раз обратили на них внимание, на их амбиции. Ну, и, в общем-то, будем надеяться, что этот турнир будет служить дополнительным стимулом для возможности видеть себя в национальной сборной, которая будет уже операцией на английской игре. На ваш взгляд, насколько важны такие турниры международные именно в России, именно для наших спортсменов? Ну, сегодня переоценить сложную значимость таких мероприятий. Опять же, хотя бы, на две позиции. Первый, это вы посмотрите, какой живой интерес. Согласна. Ну, конечно, здесь колоссальные традиции. Здесь такие имена от Суслана Петровича Андеева, светлая ему память, до Арсена Фадзая, Магарбека Хадарцева, Лерия Хабелова, ну, многих-многих сегодня, и Вадим Богиев, и Седаков, и там, ну, Травмонов, олимпийский чемпион. Ну, это второе, конечно, огромное количество детей или родителей, которые возьмут своих детей и приведут в спортивные залы. И они получат возможность себя реализовать, получат пройти тот путь, который сделает их, ну, в любом случае, если не победителями Олимпийских игр, но они пройдут путь, который сделают их настоящими мужчинами и гражданами своей страны. Они научатся быть ответственными, научатся трудиться, научатся дорожить вниманием и участием в своей спортивной карьере тренера, быть ему благодарным. То есть комплекс этих городообразующих базисных качеств получит, которые, ну, необходимы для жизни нормального человека. И что касается, огромное количество гостей к нам приехали на одна из лучших команд мира Соединенных Штатов во главе с Кайлом Снейдером, олимпийским чемпионом, который сегодня немножко огорчил вот такую требовательную осетинскую публику, но, тем не менее, порадовал их своим желанием бороться и побеждать, своим настроем. А болельщики, вы видели, как они адекватно реагируют на все, даже проигрывает осетинский болельщик, чемпион Европы. Тем не менее, дань уважения, труду и желанию победить, который реализовал американский спортсмен, без внимания и без аплодисментов публике не осталось. Ну, и особенно сейчас, когда он все пытается, попытки, несколько ограничить участие. Ну, проблемы существуют, но я надеюсь, что все-таки будут учтены все те моменты при окончательном решении, которые были, колоссальная работа была проделана внутри страны. Уголовное преследование за тех, кто склоняет их, кто употребляет. Целый комплекс мер, которые реализованы, но это не должно быть незамечено. Если мы уже заговорили об Олимпиаде, надеемся, что все получится, и Россию пустят на Олимпиаду, и таких проблем не возникнет. Подскажите, пожалуйста, какие планы сборной России на Олимпийский сезон? Ну, видите как, мы готовимся. Мы готовимся и обязаны поддержать тот статус, доказать. Итак, мы продолжаем финальные схватки. Рисовая категория до 70-ти килограмм. Претензии до того уровня, на который всегда приходили. Ну, и, конечно, быть достойными продолжателями тех традиций. Какой спортсмен вам больше всего впечатлил? Мне понравилось, что Рамонов снова в строю. Ну, очень интересный парень из Дагестана, молодой спортсмен, победитель Самира Юниорского. Все очевидно, все очевидно. Все финальные встречи очень красивые, очень длинные личные. Сегодня в интервью Хаджи Мурат Гацилов сказал, что, возможно, вернется на ковер. Ну, мы пожалуем. Да, мы пожалуем, ТВД в 60 лет. Я уверен, что в любом случае вернется на ковер. В каком качестве, это вопрос другой. Но он наш брат и очень много сделал для страны, для вида спорта. Мы его всегда ждем. На данный момент, я думаю, у вас большой потенциал у вашей сборной. Возьмем того же Махова, так же он возвращается. И очень красиво возвращается. Будем надеяться, что ему позволят. Даже желание у него есть. Спасибо вам большое за вашу работу. Я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо.